по физике, по звуку, вот, и ухо здорового человека ещё на самом деле на стадии развития, когда человек находится в животике у мамы, начинает улавливать и воспринимать самые разные звуки, да, воспринимать разговор, музыку, стук, вот. Так как различный звуковой шум окружает людей всю сознательную жизнь, мы редко задумываемся о том, а что это за явление, вот, тем не менее, современная физика может подробнейшим образом ответить на этот вопрос, описать характеристики и свойства звука, да, что такое звук, определение в физике. Звуком называют механические колебания, распространяющиеся в окружающей среде и воспринимающимся органом слуха человека, вот, раздел физики, который занимается изучением звуковых колебаний, называется акустикой. Собственно, определение и основные понятия звуковых волн, да, звука таковые. Звуковыми акустическими волнами называют упругие волны, которые распространяются в среде и имеют частоты в диапазоне от 16 до примерно 20 тысяч герц. А что такое герц, раз мы будем говорить про звук, то мы должны знать некоторые такие терминологии. килогерцы, мегагерцы, герцы. Вот. Что же такое герц, единица измерения? Вот. В русском, да, обозначается как GC, когда вы видите это сокращение, значит, сразу вспоминаете про герцы. А в английском языке HZ, да, единица частоты периодических процессов, например, колебаний. Значит, один герц – это одно колебание, да, один герц означает одно исполнение, да, одну реализацию процесса за одну секунду. Другими словами, одно колебание в секунду. 10 герц, соответственно, 10 колебаний за одну секунду. Вот. Единица названа в честь немецкого ученого. Это был ученый-физик, который жил в… Можно спросить, это был Белл, да? А? Это был Белл? Герц. Вот так и звали Герц. А? Его так и звали Генрих Герц. Да, прямо по-другому. Да, Белл – это другое. Ну да. Ну а вроде что-то тоже связано со звуком. Да, Белл про телефон. Да, ну да. Вот. Он изобрел телефон. Ну, точнее, продумал, как делать телефон. Вот. А герцы названы как раз в честь Генриха Герца, который внес важнейший вклад в развитие электродинамики. Вот. Собственно, чуть-чуть про герцы сказали, а еще будут децибелы. Вот. Что такое децибелы? Децибелы – русское обозначение, маленькая буква Д, большая буква Б, международная такое же. Это дольная единица Белла. Вот как раз Белл – это единица, сложно объяснить, логарифмическая. Вот. Вот. Мне сложно это сказать простым языком. Вот. Это звуковые, собственно, децибелы. Давайте так. Если герцы – это про распространение звука, про какую-то, собственно, качественную характеристику звука, то Беллы – это про то, как звук давит, да, про напряжение, про силу звука. Вот. Беллы как раз названы в честь Александра Белла, да, который у нас был про телефон. Собственно, ну, кратенько, если совсем рассказывать, то Александр Белл – тоже очень такой известный человек. он переехал из Великобритании в США и работал над телеграфом. Вот. Потом работал над телефоном, да, поэтому у нас первый телефон – это телефон Александра Белла. Вот. Ну, там, конечно, было ещё много человек, которые с этим всем работали. Вот. И мы идём дальше. Вот. Раздел физики, который занимается изучением звуковых колебаний, называется у нас «Акустика». Вот. Основные понятия, которые нас с вами встречают – звуковая волна. Это такая волна, представляющая собой ряд чередующихся между собой разряженной и сжатую среду, которая имеет различную частоту. Звуковые волны возникают за счёт колебаний, вызываемых и производимых вибраций любых тел. Абсолютно любые тела могут издавать звук. Звуки могут возникать и распространяться в следующих видах среды – в газообразной, в жидкой и, как ни странно, в твёрдой. Возникая в одной из перечисленных сред, звуковые колебания ведут за собой изменения среды. Да. Плотность воздуха меняется, давление воздуха, перемещение частиц воздуха меняется, когда проходит звук. Вот. И скорость звука находится в зависимости от двух условий – среды и температуры, как ни странно. Вот. В атмосфере при температуре, равной 0 градусов, скорость звука равняется 331 метр в секунду. При повышении температуры на 1 градус, скорость звука увеличивается на 1,5 примерно метра в секунду. Вот. Есть обратный процесс – звукопоглощение. Звукопоглощение называется процесс преобразования одного вида энергии, например, звуковой или колебательной, в другую, в тепловую. В общем, сейчас мы с вами рассмотрим чуть подробнее физическую природу явления. Все звуки, которые распространяются в воздухе, являются вибрациями звуковой волны. Эти вибрации возникают за счет колебания объекта и расходятся от источника по всем направлениям. Например, когда я говорю, у меня колеблются голосовые связки. Соответственно, звук, который выходит – это колебания моими связками, моей, собственно, всей полостью, которой я издаю звук – воздуха. Соответственно, когда нам говорят, что зря колеблешь воздух, это когда ты зря болтаешь. Чтобы зря не болтать, продолжим дальше. Эти вибрации возникают за счет колебаний объекта и расходятся от источника по всем направлениям абсолютно. Распространяясь в пространстве, звуковая волна отражается от всех объектов, которые встречаются ей на пути и создает изменения окружающей среды. Когда эти изменения достигают органов слуха, они воздействуют на барабанную перепонку. Нервные окончания в ухе подают сигналы в мозг, и человек воспринимает колебания как звук. Каким же характером обладают эти звуковые волны? Звуковые волны, как и любой другой вид волн, обладают каким-то рядом свойств, и обладают не просто рядом свойств, а поскольку это волна, значит, это волновые свойства. Простейшая форма описания того, как выглядит звук, это синусоида. Что это такое? Это такая вот волнообразная штука. Так и определяют. Собственно, так и изображают чаще всего. Вот эта вот змея синусоида, сейчас я ее нарисую. Сейчас, секундочку, возьму. Листик бумаги, извините. Вот так чаще всего у нас изображается комбинация. Такой вид, на самом деле, редко встречается в природе. Любые звуки могут быть представлены комбинацией синусоидных волн. Синусоида позволяет нам продемонстрировать основные физические критерии звука, которые называются специальными терминами. У нас есть несколько терминов. Частота, амплитуда и фаза. Частота – это физическая величина, которая характеризует количество колебаний в единицу времени в секунду и измеряется в герцах. Ухо человека способны воспринимать звуковые сигналы в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. 20 000 Гц, значит. Звуки, которые находятся выше указанного диапазона, называются ультразвуком, ниже – инфразвуком. И для человеческого органа слуха они совершенно неуловимы. Амплитуда или интенсивность звуковой волны – это сила звука, которую органы слуха воспринимают как громкость звукового сигнала. Для измерения громкости звука мы используем как раз вот эти самые беллы. Соответственно, если герцы у нас, то улавливаем мы или не улавливаем этот звук, что мы его слышим или не слышим, то беллы – это громкий или тихий звук. Сильно он давит на наше ухо или слабо он давит на наше ухо. Как же измерить громкость звука? Есть специальные такие штуки, которые называются фонометры, которые измеряют громкости звука. Дальше что у нас? Фаза. Такая величина, как фаза, нужна для того, чтобы описать свойства двух звуков, двух звуковых волн. Если два звуковых сигнала обладают одинаковой амплитудой и частотой, то говорят о том, что они находятся в фазе. Диапазон измерения фазы лежит в пределах от 0 до 360 примерно, где 0 означает, что две волны синхронны, точнее, находятся в фазе, а 180 означает, что волны находятся в противофазе. При нахождении двух звуковых волн в фазе происходит наложение звуков друг на друга и усиление сигнала. Если совместить два несовпадающих по амплитуде сигнала, произойдет их подавление из-за разницы давления, что приведет к исчезновению звука. Этот эффект известен физике как подавление фазы. Вот, как это выглядит, сейчас я вам продемонстрирую. Секундочку. Это твой телефон, да? Да. Никаких других вопросов у тебя нет? Все, прости. Вот. Собственно, волны у нас находятся в фазе, наши синусоида. Волны в четверть фазы расходятся звуки. О, классно у Богдана, да, вижу. Да, синусоиды нарисовали. И волны в противофазе. Видите, когда у нас одна волна опускается, вторая поднимается. Когда одна волна поднимается, вторая у нас опускается. Вот. Вот так. Вот. Что такое беллы, да? Что такое беллы или децибеллы? Децибеллы – это единицы измерения уровня электрического напряжения или звукового давления. Вот. Белл, который у нас есть, слишком большая единица для измерения звука. Поэтому на практике от нее применяют децибел, да, который равняется деци – 10. Одна десятая от белла. Вот. Мы измеряем громкость в децибелах, как я уже сказала. Это показательно определяется амплитудой сигнала. Чем выше амплитуда звуковой волны, тем громче сигнал. Громкость человеческого слуха измеряется в фонах и обозначается как фон. Вот. Собственно, про что дальше? Вот. При оценке звука принято использовать прежде всего два показателя – частота и его интенсивность. Да, частота, как я уже говорила, слышим мы его или нет, измеряется в герцах. Один герц равен одному колебанию в секунду. Энергия звука, да, сила звука измеряется в децибелах. Вот. Из всего спектра звуков мы прежде всего выделяем наш с вами слышимый диапазон. Инфразвуки и ультразвуки человек не слышит, но это не значит, что они не оказывают на него никакого воздействия. Известно, что инфразвук, особенно ниже 10 герц, способен влиять на психику человека и вызывает такое угнетенное состояние. Да, соответственно, постоянное нахождение в инфразвуке для человека плохо. Ультразвуки тоже на самом деле вызывают некоторые странные симптомы. Слышимую часть диапазона звуков разделяют на разные. Низкочастотные звуки у нас есть, среднечастотные звуки и высокочастотные звуки. Такое подразделение очень важно, так как ухо человека очень неодинаковое чувствительно к разным звукам. Оказывается, что наиболее чувствительно ухо к сравнительно узкому диапазону среднечастотных звуков от 100 до 5000 примерно. А, нет, извините, ребят, на самом деле от 1000 до 5000 герц. К более низкочастотным и высокочастотным звукам чувствительность резко падает. Это приводит к тому, что человек способен услышать в среднечастотном диапазоне звуки с энергией около 0 дБ, но не слышит низкочастотные звуки в 20, 30, 40, 60 дБ. То есть звуки с одной и той же энергии в среднечастотном диапазоне могут восприниматься как громкие, а в низкочастотном как тихие или вообще неслышные. Такая особенность сформировалась у нас совершенно не случайно. Звуки, необходимые для существования, речь, звуки природы, находятся в основном среднечастотном диапазоне. Природа не предполагала, что человеку там придется прислушиваться и изучать, например, какие-то странные звуки, например, слушать звуки сердца, легких, которые звучат в низкочастотном диапазоне и обладают сравнительно низкой энергией. Еще более, да, еще как бы более такая забавная особенность слуха это закон маскировки звуков. Извините, ребят, я все время пью водичку просто потому, что у меня начался сезон аллергии, вот, и мне достаточно тяжело долго говорить. Закон маскировки звука, да, это должен учитывать врач. Восприятие звуков значительно нарушается, если одновременно звучат другие звуки, шумы, близкие по частоте или составу гармонии. Значит, с одной стороны, ухо человека плохо воспринимает низкочастотные звуки, а с другой, если в помещении посторонние шумы, то восприятие таких звуков еще более нарушается или искажается вообще. Ухо человека – это удивительный орган, и оно способно к обучению, к адаптации. Вот, например, врачи путем упорных тренировок способны добиться поразительных результатов в использовании метода прослушивания для распознавания болезни. Вот. Собственно, это на самом деле очень интересно, потому что наше ухо мы можем все время тренировать. Вот. Ну, мы еще помним, что звук – это у нас упругие волны в среде, чаще всего в воздухе или в воде. Если создать вакуум, будем ли мы различать звуки? Да? Не будем. Я могу объяснить, почему? Давай. Ведь, как известно, звук – это колебание частиц. А если в вакууме частиц нет, то и нечему, соответственно, колебаться. Правильно, абсолютно, да. Вот ученый по фамилии Бойль, Роберт Бойль, в 1660 году поместил часы в стеклянный сосуд и откачал из него воздух. Он не услышал никакого звука. Опыт доказывает, что для распространения звука необходима какая-то среда. Звук может также распространяться в жидкой и твердой среде. Под водой очень хорошо слышны удары камней. А если вы, например, возьмете свои часики, которые тикают, или любой другой звучащий предмет и положите его на конец деревянной доски, когда вы приложите ухо к другому концу доски, то вы ясно услышите тиканье часов. Неважно, насколько будет длинной ваша доска. Звуковая волна распространяется через дерево. Прекрасно абсолютно. А как это выглядит? Сейчас быстренько покажу. Вот такая вот картинка. Вот, смотрите. Часы, звуковая волна, собственно, и колебания идут к человеческому уху. Вот. Источник любого звука это какое-нибудь колеблющееся тело. Например, струна на гитаре в обычном состоянии не звучит, но стоит нам заставить ее сделать трунь на гитаре, да. Ну, даже, смотрите, у меня стул такой, как будто бы на нем натянуты струны. И сейчас я сделаю трунь. Струна начинает колебаться. Чтобы я сейчас даже все подвину. Вот. Стул мой. Вот я на нем, как на архе. Сейчас делаю трунь. Он начинает колебаться. Мы видим, когда как бы дребезжит немножечко какое-то время, да. Значит, струна у нас колеблется. Или, собственно, натяженная нить колеблется у стула. И там получается звук такой. Бум-бум. Друнь-друнь-друнь. Вот. Его здесь будет плохо слышно. Он достаточно низкий. Сейчас я... Вот. Вот. Если слышно, то здорово. Вот. Собственно, моя веревочка издает низкие звуки, потому что она достаточно толстая и короткая. Соответственно, это будут у нас... Ну, точнее, не короткая, а наоборот, длинная. И это будут у нас низкие звуки. Если бы это была веревочка короткая и тонкая, то это были бы высокие звуки. Да. Стоит нам заставить совершать колебательные движения, значит, веревочку от моего стула, то сразу же возникает звуковая волна. Да. Однако есть опыты, которые показывают, что не всякое колеблющееся тело является источником звука. Например, не издает звук грузик, подвешенный на нити. Вот. Дело в том, что человеческое ухо, да, как мы помним, воспринимает не все волны, а только те, что создают тела, колеблющиеся с определенной частотой. Такие волны называют звуковыми. Колебания с частотой меньше, чем 16 Гц называются инфразвуком. Колебания с частотой больше, чем 20 тысяч Гц называются ультразвуком. Вот. У звука, как ни странно, есть скорость. Звуковые волны распространяются не мгновенно, а с некоторой конечной скоростью. Вот. Именно поэтому во время грозы мы сначала видим молнию, да, скорость света гораздо быстрее скорости звука, а только потом доносится звук грома. Скорость звука зависит от среды. В твердых телах и жидкостях звук значительно больше, скорость звука значительно больше, чем в воздухе. Вот. А в воздухе, соответственно, скорость меньше. Есть целые табличные значения, которые постоянные. С увеличением температуры среды скорость звука возрастает. Чем меньше температура, тем скорость звука становится меньше. Да. У нас еще есть, помимо всего прочего, еще несколько характеристик звука. Высота, тембр и громкость звука. Звуки бывают абсолютно разными. Для характеристики звука вводятся специальные величины. Громкость, высота, тембр. Громкость звука зависит от амплитуды колебаний. Чем больше амплитуды колебаний, тем громче звук. Кроме того, восприятие громкости звука нашим ухом зависит от частоты колебаний в звуковой волне. Чем более высокочастотные волны, тем они воспринимаются как более громкие. Частота звуковой волны определяет высоту тона. Чем больше колебаний источника звука, тем выше издаваемый из звука. Человеческие голоса делятся по высоте на определенные диапазоны. Вот я с вами разговариваю, у меня диапазон мецосопрано. Выше у нас есть сопрано и колоратурная сопрано. Ниже у нас идут контральто, тенор, бас, баритон. Тенор, бас, баритон это мужские голоса. Звуки от разных источников представляют собой совокупность гармонических колебаний разных частот. Составляющая наибольшего периода, наименьшей частоты называется основным тоном. Остальные составляющие звука обертонами. Набор этих составляющих создает окраску, тембры звука. Совокупность обертонов в голосах разных людей хоть немного, но отличается. Это определяет тембр конкретного голоса. Какие бывают звуковые явления? Ребята, а какие звуковые явления вы можете назвать? Очень такие известные. Колокол. Колокол, да. А в колоколе у нас что происходит? у нас в колоколе происходит такое звуковое явление, как отражение звука. Классно. Звук отражается от гладких поверхностей. Поэтому при использовании, например, рупора или колокола звуковые волны не рассеиваются во все стороны, а образуют узконаправленный пучок, за счет чего мощность звука сильно увеличивается. И он распространяется на большие расстояния. Некоторые животные, например, летучие мыши, дельфины, издают ультразвуковые колебания, а затем воспринимают отраженную волну от препятствий. Так они определяют местоположение и расстояние до окружающих предметов. А есть еще одно звуковое явление, очень интересное. Называется оно эхо. Слышали когда-нибудь про такое? Слышали вообще когда-нибудь эхо? Ну да, когда на вас отвечали девочка и у нее было эхо. У нее было эхо, да. Я просто слышу. Что такое эхо? Это отражение звука от удаленных предметов, воспринимаемые ухом как повторение привычного звука. Соответственно, эхо это ухо. Эхо это такое повторение. Эхо образуется в результате отражения звука от различных преград. От гор, леса, стен. Ну например, эхо бывает в абсолютно пустой комнате. Вот я сейчас, когда разговариваю в своей комнате, я слышу небольшое эхо от себя. А вы его уже не слышите, потому что компьютер обрабатывает так звук. Эхо возникает только в том случае, когда отраженный звук воспринимается раздельно от первоначально произнесенного звука. Если отражающих поверхностей много и они находятся на разных расстояниях человека, то отраженные звуковые волны дойдут до него в разные моменты времени. В этом случае эхо будет многократным. Препятствие должно находиться на расстоянии 11 метров от человека, чтобы можно было бы услышать эхо. Представьте себе целых 11 метров. Как применяются звуковые волны? Сейчас красненько расскажу. Первое это эхолокация. Это способ определения местоположения тел по отраженным от них звуковым сигналам. Широко применяется где, как вы думаете. Можно включить звук, я буду сейчас задавать вопросы. Эхолокация способ определения местоположения тел по отраженным от них звуковым сигналам. Где применяется, как думаете? На подводках, на кораблях. Правильно, на кораблях, да, назовем это обшим словом. Все верно. А еще где? Чем или почему лучше пользуются, а не общаются. Правильно, да, это уже у нас бионика такая, когда мы подглядываем то, что сделала природа, и, соответственно, то, что сделала природа, мы, сейчас я чуть-чуть приподнимусь, а то меня не видно. Вот. То, что сделала природа, мы подглядываем, вот, и после этого используем в своей жизни. И правильно, абсолютно, было сказано, это все применяется в мореплавании, на судах устанавливаются специальные гидролокаторы. Это такие приборы для распознавания подводных объектов и определения глубины и рельефа дна. На дне судна помещается излучатель и приемник звука, который дает короткие сигналы. Анализируя время задержки и направление возвращающихся сигналов, компьютер определяет положение и размер объекта, отразившего звук. Ультразвук используется для обнаружения и определения различных повреждений в деталях машин. Пустоты, трещины, на самолетах, например, самолеты чинят с помощью ультразвука. Собственно, какие-то корабли, поезда. Прибор, используемый для этой цели, называется ультразвуковым дефектоскопом. На исследуемую деталь направляется поток коротких ультразвуковых сигналов, которые отражаются от находящихся внутри нее неоднородностей и, возвращаясь, попадают в приемник. В тех местах, где дефектов нет, сигналы проходят сквозь деталь без существенного отражения и не регистрируются приемником. Ультразвук широко используется, например, в медицине для постановки диагноза увеличения некоторых заболеваний. В отличие от рентгеновских лучей, его волны не оказывают вредного влияния на ткани человека. Диагностические ультразвуковые исследования, наверное, многим из вас делали, это называется у нас УЗИ, позволяет без хирургического вмешательства распознать топологические изменения каких-то органов, каких-то тканей. Собственно, специальные устройства направляют ультразвуковые волны с определенной частотой, с частотой от 0,5 до 15 мегагерц на определенную часть тела. Они отражаются от исследуемого органа и компьютер выводит на экран его изображение. Например, так можно узнать, что в животике у женщины уже появился ребеночек и его увидеть таким образом. Для инфразвука характерно малое поглощение в различных средах, вследствие чего инфразвуковые волны в воздухе, в воде, в земной коре могут распространяться на очень далекие расстояния. Это явление практически применяется при определении мест сильных взрывов и положения стреляющего оружия. Распространение инфразвука больше похоже на собственно воспринимается существ, извините, да, распространение инфразвука на большие расстояния в море дает возможность предсказать цунами, медузы, ракообразные и другие способные животные воспринимать инфразвуки задолго до наступления шторма чувствуют его приближение. Представьте себе. Собственно, на чем мы остановились? Точнее, закончили. Ага. Вот. Есть ли какие-то вопросы у вас сейчас? Если нет вопросов, то пойдем чуть глубже копнем. Если есть вопросы, пока задавайте, формулируйте их, потому что мне будет проще ответить блоком и потом уже постепенно заканчивать. задавайте. Вот. Ну что, если нет вопросов, идем с вами дальше. Вот. Если говорить совсем просто, да, звук – это волнообразное давление воздуха. если бы не было воздуха, как мы уже сказали, да, мы бы не слышали никакого звука. Вот. Как мне уже тут написали, действительно, в космосе звука нет. Но про это я отдельно расскажу. Мы слышим звук, потому что наши уши чувствительны к изменению давления воздуха, к звуковым волнам. Вот. Когда вы хлопаете в ладоши, воздух между ладонями выталкивается, вы даже это можете почувствовать, хлопните в ладоши себе прямо перед лицом. Вы почувствуете, как выталкивается звук и создается звуковая волна. Повышенное давление заставляет молекулы воздуха разлетаться, распространяться во все стороны со скоростью звука, который равен 340 метров в секунду, как я уже говорила. Когда волна достигает уха, она заставляет вибрировать барабанную перепонку, с которой сигнал передается в мозг, и мы слышим хлопок. Хлопок – это короткое одиночное колебание, которое очень быстро затухает. Если мы его нарисуем, то хлопок будет выглядеть вот так. Сейчас не рисую. Выглядит хлопок. Собственно, другой пример простой звуковой волны – это то, что мы уже говорили, синусоиды, периодические колебания. Например, когда звонит колокол, про колокол, вот вы сегодня уже упоминали, воздух сотрясается от периодических колебаний стенок колокола. Если стенки колокола колеблются медленно, то мы слышим с вами низкий звук. Если стенки колеблются быстро, то мы слышим высокий звук. Как будет различаться быстрый и медленный звуки на рисунке? Сейчас я вам тоже быстренько нарисую. К сожалению, у меня нет здесь доски моей любимой. Сейчас будет два рисуночка и высокий звук будет, скорее всего, выглядеть вот так, а низкий звук на высокий пока не смотрите. Вот это у нас низкий звук. Выглядит он вот так. Высокий звук сейчас нарисую. Некрасиво получилось. Вот так. Вот, соответственно, это высокий звук, а это у нас низкий звук. Вот так. Чем отличаются? Посмотрите внимательно. высота высотой. Ну, высотой не обязательно, это я еще и криво рисую, а посмотри, толщиной, да? Широтой. Высокий звук больше тоньше, чем низкий звук. Молодцы! Действительно, высокий звук получается гораздо тоньше, чем низкий звук. Да, у нас отличаются, получается, как это назвать, ширина, как раз колебания нашей волны. Вот. Звуковой сигнал можно представить себе как совокупность различных вот таких вот, как их назвать правильно, синусоидных составляющих. Каждая составляющая имеет ряд определенных параметров. Да? Сейчас я их даже подпишу. У нас есть амплитуда. Амплитуда, она вот. Вот эта вот амплитуда. Вот эта вот часть. Амплитуда. Да? У нас есть период. Период между двумя точками. Вот сейчас я его тоже нарисую. Вот эта вот полосочка, которую я прерисовала, это называется период. Амплитуда. Высота звука определяется частотой, да? Или в периодом волны. Чем выше частота, тем выше звучание. Соответственно, значит, у порхающего комара очень высокая амплитуда, да? очень высокая частота махания. Вот. А громкость звука определяется амплитудой сигнала. Чем выше амплитуда звуковой волны, тем получается у нас громче наш звук. Вот. Что у нас еще есть, да? У нас есть возможность понять, что такое не просто звук, а цифровой звук. До сих пор я вам рассказывала про аналоговый звук, про всякие природные штуки. Вот. А в следующий раз, наверное, мы перейдем к тому, как вообще происходит звукозапись, да? И будем разговаривать с вами про, собственно, то, как можно поймать звук, как его можно записать. Вот. А как звук вообще записывается, да? Вот сейчас мы будем с вами говорить про аналоговое как раз звучание, кратенько совсем. Вот. Для записи звука используется такое простое устройство, называется микрофон. Микрофон состоит из небольшой мембраны, которая свободно вибрирует под воздействием звуковых волн. Колебания мембраны преобразуются в электрические колебания. Для этого используют различные физические методы, например, такие штуки, как конденсатор. Мембрана представляет собой одну пластинку, а конденсатор... Мембрана представляет собой одну пластинку, а конденсатор, а вторая закреплена неподвижно. При колебаниях меняется расстояние между пластинами, а следовательно, емкость конденсатора. Проходящий ток приобретает форму звуковой волны. Это то, что у нас происходит в микрофоне, когда мы записываем звук или когда поем в микрофон и выводим через усилитель что-то. На самом деле, я постепенно буду заканчивать. Восприятие различных звуков, а ухо оценивает их прежде всего по уровню громкости, которая зависит от постоянного потока энергии или от интенсивности звуковой волны. Воздействие звуковой волны на барабанную перепонку зависит от звукового деления, от амплитуды, колебаний давления в волне. Человеческое ухо является фантастическим созданием природы, способным воспринимать звуки в огромном диапазоне интенсивностей. От писка комара до грохота вулкана или грохота пушек. Порог слышимости, есть еще такой у нас физический термин, порог слышимости, соответствует среднему значению в 10-10, наверное, ну неважно. Вот. Человеческое ухо способно воспринимать волны, в которых звуковое давление измеряется в миллионы раз. Так как интенсивность звука пропорциональна квадрату звукового давления, то диапазон интенсивности оказывается порядка 10 в 12 степени. Вот представьте себе диапазон интенсивности, интенсивность, которая у нас 10 в 12 степени, это 10 умноженный на 10, на 10, на 10, так 12 раз. Человеческое ухо способно воспринимать звуки в таком огромном диапазоне интенсивности можно сравнить с прибором, который можно использовать для измерения диаметра и атома, и размеров футбольного поля. Вот. Ну, чтобы было понятнее, для сравнения скажу, что при обычных разговорах людей в комнате интенсивность звука примерно в 10 в 6 раз степени, да, 10 в 6 степени раз превышает порог слышимости. А интенсивность звука на рок-концерте уже приближается к болевому порогу, да. Представьте себе. Еще одной характеристикой звуковых волн, определяющих их звуковое восприятие, является высота звука. Да, колебания к гармонической звуковой волне воспринимаются человеческим ухом как музыкальный тон. Это вот то, что мы с вами слышим. Колебания высокой частоты воспринимаются как звуки высокого тона, низкой частоты, мы уже говорили, да, звуки низкого тона. Звуки, издаваемые музыкальными инструментами, а также звуки человеческого голоса могут сильно различаться по высоте тона, да, и по диапазону частот. Так, например, диапазон более низкого мужского голоса простирается приблизительно от 80 до 400 Гц, а диапазон высокого женского голоса, сопрано, от 250 до 150 Гц. Так, сейчас, ребят, секундочку.